Волонтерство В переводе с английского языка волонтер означает доброволец, то есть это тот человек, который по зову сердца занимается деятельностью в пользу общества, не получая за это денежного вознаграждения. Учитывая сложную политическую ситуацию, в которой оказалась Украина с 2014 года, сейчас помощь волонтеров является чрезвычайно важной и необходимой. Главной целью нашего и вашего диалога должно стать понимание того, что мы должны сделать в нашем государстве, кроме ежедневной помощи фронту, семьям погибших, детям, переселенцам. Что мы должны сделать для того, чтобы таких людей, как вы, присутствующие в зале, становилось больше? Это, на мой взгляд, самый главный месседж. В следствии российской агрессии на востоке государства в помощи и реабилитации нуждаются почти 300 тысяч воинов, которые побывали в зоне проведения АТО. Многие из них уже вернулись к мирной жизни, поэтому сейчас перед украинским обществом возник новый вызов. Волонтерство – это, прежде всего, человеческая воля к победе, воля к лучшему, воля к перестройке нашего общества, к созданию самой институции гражданского общества, так как она возможна только тогда, когда на то будет воля каждого из нас. И если медицинская реабилитация в государстве находится на надлежащем уровне, то с социальной и психологической реабилитацией в Украине существуют проблемы, которые нуждаются в экстренном решении и поддержке как со стороны государства, так и со стороны общества. Итак, нужны ли специализированные учреждения для реабилитации ветеранов АТО? На эти другие важные вопросы старались найти ответ участники Конгресса. На сегодняшний день, к сожалению, существуют не единичные случаи, когда наши военнослужащие идут заказывать путевку в санаторий, чтобы поехать пролечиться, например, в Одессу или еще куда-то. А эти медицинские учреждения в санаториях говорят, нет мест, потому что они все работают на коммерческой основе. Волонтерское движение в Украине набирает обороты. Оно реформируется, становится более действенным, сплоченным, профессиональным, соответствует потребностям времени. Волонтеры сегодня помогают переселенцам с Востока и Крыма, ветеранам АТО и детям-сиротам, многодетным семьям и людям преклонного возраста. Волонтерство становится неотъемлемой частью жизни украинцев. Волонтерство, благотворительность – это формирование немного другого мировоззрения. Я называю это понятие доверие. Доверие друг к другу, доверие к соседу, к главе сельсовета, к государству. Государство должно доверять нам, а мы все время с подозрениями относимся друг к другу. А сломать этот барьер можно в результате такой работы. А то, что мы собрались обговорить, что такое волонтерство – это очень важно. Екатерина Сапашкова – художник-волонтер. Работает в детском онкологическом медицинском учреждении. Занимается с детьми арт-терапией. Говорит, что рисование помогает бороться с тяжелыми заболеваниями, улучшает расположение духа и самочувствия. На конгрессе презентовала работы Ани Бескаравайной, девочкой, которая начала рисовать картины, когда заболела онкологией. Это помогло ей бороться с недугом. Волонтерство, считает Екатерина, должно возродить национальное сознание. Вы знаете, это очень важно, особенно это важно для детей, которые сейчас растут. Они должны знать, что нужно помогать ближнему. Они должны учиться доброте, учиться сопереживать. Они должны знать, что это такие же дети, которые попали в тяжелую ситуацию жизненную. И вот то, что люди сейчас помогают, они отзывчивы, они учатся вот этой доброте. Это очень-очень важно. Это залог в будущем более здорового общества. Государство должно поддерживать волонтерское движение в Украине и стимулировать людей приобщаться к общественной активности, говорят специалисты. Наилучшие мировые практики демонстрируют много примеров относительно развития волонтерской деятельности. Какой путь изберет Украина? Покажет время. Идет развитие общества, гражданского общества. Мы должны взять построение этого общества в свои руки. То есть, как мы это видим и какая перспектива? Помогать государству или даже указывать, что вот именно таким путем нужно идти. Итак, волонтерское движение в Украине продолжает свою сложную, но очень важную миссию. Волонтеры — это люди с личной позицией, твердой силой духа и чутким сердцем, которые ощущают огромную ответственность перед обществом и перед государством. Начиная с революции достоинства и боевых действий на востоке государства, волонтеры всегда были на переднем крае. Ведь непобедимость гражданского общества в его единстве и сплоченности. Продолжение следует...